К другим темам. 300 саратовских туристов до сих пор остаются в Египте. Еще столько же жителей региона забронировали путевки в арабскую страну на более поздний срок, в том числе и на новогодние праздники. Удастся ли туристам осуществить свои планы? Ведь на днях указа президента воздушные сообщения между Россией и Египтом было приостановлено. Авиакомпании работают лишь на вывоз россиян из арабской страны. О надеждах горожан и туроператоров в материале Анастасии Куклевой. Добрый день. Я месяц назад забронировала столь Египет и сейчас хотела бы выяснить, какие мои дальнейшие действия. Таких, как Светлана, тех, кто заранее забронировал заграничный тур в Саратовской области, сейчас около 300 человек. С каждым из них туроператоры работают индивидуально. Тем, кто решил аннулировать путевку, возвращают деньги. Но большинство саратовцев все-таки решают отдых не откладывать. Это ужасная трагедия, но, к сожалению, это жизнь, и ты понимаешь, что такое может случаться. Ежедневно в мире вылетает огромное количество самолетов, летает огромное количество людей. Но, наверное, все-таки это не повод отказываться от отдыха. Все в жизни случается, как бы грустно это не звучало. Поэтому решили лететь все-таки. Самый популярный вариант, который сейчас предлагают туристам – турецкая Анталия. Также можно улететь в Таиланд или Арабские Эмираты. Правда, придется доплатить. Египет традиционно был самым дешевым зимним направлением. Тем, кому денег не хватит, турфирмы предлагают положить сумму на своеобразный депозит, чтобы как только менеджеры найдут подходящую по цене путевку, тур можно было сразу забронировать. Сейчас, говорят туроператоры, во всех аэропортах усилили меры безопасности. Многие авиакомпании стараются работать максимально автономно. Предполетный досмотр самолета проходит еще до вылета в России. Да и обслуживание борта в аэропорту Египта перевозчики тоже берут на себя. Возвращаются саратовские туристы планово, пока никто из жителей региона не прервал отпуск в Египте. Поскольку местному авиаперевозчику запретили международные полеты, заграничные туры осуществляются через Волгоград, Москву и Самару. За последние несколько дней из Египта вернулись около 200 саратовцев. Все с пустыми руками. По постановлению правительства России, багаж туристов, возвращающихся из Египта, доставляют отдельными самолетами. Граждане могут дождаться поклажу лично, либо выбрать доставку багажа почтой. В настоящее время мы ожидаем 4 почтовых отправления. Это наши жители, туристы Саратовской области. Как только мы получаем багаж, мы сразу связываемся с клиентами, сообщаем о том, что багаж находится на территории Саратовской области и курьерской доставкой бесплатно доставляем им его на дом. Как долго продлится запрет на полеты, пока неизвестно. В Российском Союзе туриндустрии гражданам рекомендуют пока новогодние туры не сдавать. Велика вероятность, что к этому времени уже все разрешится.